Этой ночью вышла традиционная статья блога разработчиков на этой неделе в Банжи. В этот раз выпуск оказался невероятно информативным и болезненным, ведь в нем студия поделилась подробной информацией о хранилище контента. Еще в июне Банжи представили концепцию хранилища, такого подхода к развитию игры, который позволял добавлять новый контент, возвращать некоторые из вещей оригинальной Destiny и поддерживать Destiny 2 в течение многих лет. Если ты слышишь об этом впервые, то сначала посмотри вот это видео на моем канале, ссылка будет в описании. Отдельно отмечу, что в этом видео я лишь перескажу вчерашнюю статью и постараюсь избежать выражения своих личных впечатлений от происходящего. Если это будет интересно, найду для этого время в отдельном ролике. 10 ноября со стартом 4-го года Ио, Титан, Марс, Меркурий и Левиафан войдут в хранилище контента Destiny, чтобы освободить место для возвращения космодрома и появления Европы. С момента анонса хранилища у игроков возникло много вопросов о том, что пропадет и как игра и налаженные системы будут в ней развиваться. Разработчики отмечают, что на большинство вопросов отвечает эмпирическое правило. Если пункт назначения попадает в хранилище, то же самое происходит с его ПВЕ-активностями и соответствующими наградами. Но есть некоторые особенности. Так что, чтобы не было путаницы и каждый мог подготовиться к ноябрю как следует, разработчики прошлись по основным плейлистам и их изменениям. Итак, как будет выглядеть Destiny 2 10 ноября. Начнем с разбора плейлиста налетов. Доступными налетами после 10 ноября останутся А вот налеты, которые будут убраны 10 ноября. Гамбит и Гамбит Прайм будут объединены в единый плейлист после 10 ноября. Новая версия Гамбита будет похожа на Гамбит Прайм в виде единого раунда с новыми блокировщиками, усложненной механикой сбора частиц и некоторыми изменениями в битве с первобытником. Студия опубликует более подробную информацию об этих обновлениях до того, как обновленный режим будет запущен. А пока вот список карт режима. Останутся в Гамбите после 10 ноября Изумрудный берег, Безумие Легиона, Смертельные глубины и Новая Аркадия. А уберут Собор Шрамов и Могилу Келла. Разработчики также отметили, что поскольку сейчас ведется работа над ребалансом активности, бонусы брони Гамбит Прайм будут устаревшими. И они ищут способы изменить баланс и повторно ввести некоторые из этих перков, но в качестве модов для брони в будущем. Что же касается измененных условий для получения печатей, связанных с Гамбитом, об этом также будет сказано отдельно. Как и в Гамбит, плейлист Гарнила вместит в себя лучшие карты из Destiny 1 и Destiny 2. После 10 ноября игроки будут сражаться на картах Павшее Знамя, Синий Исход, Ржавая Земля, Сумеричная Брежь, Алтарь Пламени, Аномалия, Пепелище, Котел, Конвергенция, Мертвые Скалы, Далекие Берега, Бесконечная Долина, Крепость, Фрагмент, Джавелин 4, Центр Города, Пасифика, Сияющие Скалы, Вдовий Двор и Червеприбежище. А уйдут из игры Активная Зона, Безлюдье, Возмездие, Цитадель, Отсрочка Императора, Эквинокс, Вечность, Опорная База Эхо, Заброшенный Притон, Ущелье Легиона и Восток. В начале 2004 года студия планирует отдельно сосредоточиться на Гарниле, сократив количество плейлистов и режимов PvP, оставив только те, что пользуются наибольшей популярностью. Это упростит поиск матчей с лучшим соединением. Подробно про все изменения Гарнила также будет рассказано позже в этом сезоне, но сейчас результат таков. В игре останутся только следующие режимы. Стычка, столкновение, контроль, железное знамя, ликвидация, испытание Осириса, поединок, выживание и хаос. Кстати, удаление Меркурия, разумеется, никак не повлияет на испытание Осириса, маяк останется доступен. Что же до рейдов и подземелий? В ноябре этого года ни одно из подземелий не будет перенесено в Destiny Хранилище Контента. Но обратите внимание, что подземелье Откровения все же временно станет недоступно. Вероятно, оно вернется уже через сезон. После 10 ноября в игре будут доступны три рейда. Новый рейд на Европе, Последнее желание и Сад спасения. А в 2021 году планируется возвращение рейда из первой части Хрустальный чертог, World of Glass. А вот список рейдов, которые станут недоступны после 10 ноября. Левиафан, Пожиратель миров, Звездный шпиль, Истребители прошлого и Корона Скорби. По мере того, как контент попадает в Хранилище Контента, некоторые экзотические квесты больше нельзя будет выполнить в их первоначальной форме. Эти квесты будут удалены 10 ноября, а незавершенный прогресс будет сброшен. Если вы хотите получить ниже названные экзоты их оригинальным способом, сделайте это до конца сезона прибытия. Например, квесты на экзоты Штурм, Универсальный инструмент Мида, Крысиный король, Легенда об Акрии, Усыпляющий симулянт, Полярное копье, Нулевая мировая линия, Пиковый туз, Последнее слово, Ля Монарх, Йотун, Бремя и Дзенаги, Шип, Люмина, Истина и Злые силы. Ни одна из этих пушек не удаляется из Destiny 2. В Хранилище отправляются их квесты, потому что они связаны с пунктами назначения. Разработчики хотят, чтобы новые и существующие игроки могли зарабатывать эти экзоты. Поэтому, начиная с четвертого экзота, любые экзотические предметы, связанные с заданием, которое было удалено, теперь будет доступно в новом киоске, расположенном в Хранилище в башне. Информация о том, как это все будет работать, появится в других выпусках на этой неделе в Банже. Кроме экзотических квестов, в Хранилище уйдут и несколько катализаторов. На злые силы, Геккельбери, Бремя Идзенаги, Легенда об Акрии, Полярное копье, Клятву Небожога, Усыпляющийся Мулянт, Телеста, Идеальная Эпидемия, Шепот Червя, Нулевую Мировую Линию. Все эти каталики позже вернутся из Хранилища и станут доступными с новыми условиями при необходимости в будущем сезоне. Таким образом, когда пункт назначения отправляется в Хранилище контента, весь его ПВЕ-контент больше не будет доступен, включая сюжетные миссии, налеты, рейды, подземелья, приключения, скрытые миссии, свободные исследования с самих планет и затерянные сектора. Отвечая на вопрос, что делать новым Стражам, если кампании первого года и оригинальной Destiny удалены, разработчики написали, поскольку некоторые из основных локаций первого года попадают в Хранилище, кампании Красной Войны, Проклятие Осириса и Военного Разума, доступные для всех игроков, больше не будут доступны. Они разрабатывают новую расширенную историю пробуждения Стражей на Космодроме, которая начнется вместе с 4-м годом и будет доступна для всех игроков. Она создается, чтобы познакомить вас с миром и механикой Destiny и подготовить к игре. Сюжетные кампании Отвергнутых и Обители Теней по-прежнему будут доступны в 4-м году для владельцев этих расширений. Волнующий многих вопрос, что будет с секретными миссиями Шопот и Час Испытаний и их экзотическими наградами? Шопот уходит в Хранилище вместе с Ио, как и Час Испытаний, поскольку Старая Башня была частью кампании Красной Войны, а она тоже отправляется в Хранилище контента. Их награды тоже не будут доступны, пока разработчики не найдут новый способ вернуть их. Также разрабы отметили, что сезонный контент 2-го года, например Хузницы, Суд и Паноптикум, тоже отправляются в Хранилище 10-го ноября. Вот такой вот список контента, который будет вырезан из игры с новым дополнением. Осталось дождаться только списка того, что нам добавят. Ты не пропустишь все грядущие новости игры, если подпишешься на канал, так что жми кнопку подписки, колокольчик и будешь в курсе всех важных изменений. Ну и пиши, что думаешь об этом и нужно ли на канале видео с моими впечатлениями от этой системы. До связи!